Всем привет, мои дорогие друзья! Наконец-то на обзоре у меня годовой набор 2020 года. Ура! Свершилось! Значит, для того, чтобы приобрести данный годовой набор, мне пришлось приобрести страховку в банке. И сам набор получился для меня немножко дороже, чем его реальная стоимость. Его реальная стоимость 430 гривен в Национальном банке Украины, ну а также и в некоторых других банках такая же самая цена. 430 гривен. Но для того, чтобы его приобрести за эти деньги, пришлось купить страховку. И, соответственно, данный набор стал дороже. Киевляне, конечно, шикуют. Я понятия не имею, каким образом они приобрели данный набор, что они могут продавать его по 460 гривен. Но это уже их афроамериканское дело. Как и что, и какая причина для их невозможности. Итак, значит, что у нас здесь такого интересного, к чему можно прицепиться. Первое. Ну, сама упаковка, она реально классная. Такая же soft-touch. Очень, ну, качество напоминает как годовой набор 2018 года. Вот он как раз точно такой же примерно. То есть тоже soft-touch. Такая матовая бумага. Приятная ночью упаковка. Но упаковка нас мало интересует. Нас интересует, что же находится внутри. Внутри все вы уже, в принципе, видели данные монеты на других YouTube-каналах. Но хочу сказать то, что вижу я. Поделиться своими мыслями и эмоциями на этот счет. Итак, значит, что у нас тут получается из интересного. Из интересного у нас вопрос стоит к монете 10 гривен. Значит, на некоторых каналах, где показывали данные обзоры, я уже видел, что монета конкретно 10 гривен, она гораздо хуже качества, чем даже у меня здесь. У меня здесь еще достаточно неплохое качество. Но при всем этом, на общем фоне монет десятка по какой-то причине выпадает. То есть, видите, поле... То есть, ну, видно, что монета улучшенного качества, она офигенная. Но при всем этом, видите, такая вот шагрень присутствует, такие вот матовые полосочки, проблески и так далее. Но обратите внимание на кант монеты. Кстати, на 5 гривенной монете, посмотрите, какой кант. Видите, какой он неровный. То есть, под разным преломлением света видна разница канта. А на 10 гривенной монете с кантом все в порядке. Но тоже реально высокое, очень хорошее качество. У меня есть два таких годовых набора. Сейчас я попробую их сравнить. Это тоже интересно. Увидим ли мы разницу в качестве. Например, на той же монете 5 гривен. Будет ли так гулять кант? Да, он немножко гуляет. Но не так сильно, как на той монете. Зато здесь гуляет кант на монете 10 гривен. Посмотрите, видите, полосочка появляется. Вот. Короче, мои выводы такие. Что-то произошло на монетном дворе, Что качество монет начало ухудшаться. Например, 1,5 гривен. Видите, в идеале. А 2,10 гривен гораздо хуже. В данном наборе 2 гривны тоже не блещет качеством. Но они... Сама монета, по идее, чуть-чуть лучше, чем в наборе слева. 10 гривен... 10 копеечная монета. Смотрим. На монете слева как будто бы кант шире. Или, мне кажется, или так упаковали. Давайте присмотримся получше. Ну... Очень странно. Но как будто на монете слева кант шире. Либо же эта бумажечка прикрывает слегка кант на монете справа. Очень интересно. Очень интересно разобраться. Так, переворачиваю. Смотрим разницу здесь. Итак. Ой-ой-ой-ой-ой. Десяточка, конечно, да, оставляет желать лучше. Но она, по-любому, офигительная. Она гораздо круче, чем то, что в обиходе. То есть, монета реально другая. Но, видите, вот этот шум, такой матовый эффект. И на 2 гривенной монете, посмотрите. Вот, конечно, качество не супер офигеть можно. Да, что-то у них, видите, с зеркальным полем. То есть, матовые выступающие поверхности все в идеале. А вот конкретно именно гладкое поле по какой-то причине вот чего-то на этих цинковых монетах у них не получается. Потому что, если взять, допустим, 50 копеек, видите, здесь все идеально. Супер зеркальное, отличное поле. А вот 10 гривен, 2 гривны. Вот этот новый сплав, почему-то он у них не получается. Так, на другой монете, что мы видим? В другом наборе. Здесь десятка, смотрите, намного лучше. Вот, прикол, да, смотрите. Вот, два набора. И видите, здесь десятка намного лучше, чем здесь. Так, двушка. О, и двушка здесь получше будет чуть-чуть. Так, очень неудобно. Я боюсь поцарапать эти капсулы, поэтому приходится так маневрировать. Ну, давайте лучше по очереди посмотрим на эту двушку. Вот, здесь что-то есть. Ну, такая матовая шагренька есть. И, смотрите, над портретом, ой, ну, над шапкой гуляет чуть-чуть поле. Видите, оно не идеально гладкое. То есть, допустим, если взять на 5 гривенной монете, видите, здесь более глаже поле. На десятке тоже вот. Ну, световой лучи как проходит, видите. А на двушке вот поплыло немножко. Что-то оно там, вот, видите, чуть-чуть плывет. Ну, это такое уже мелочи. Так, 10 копеек. Кант прикрытой бумажкой. Не видно, но качество просто изумительное. 10 копеек 2020 года. Супер. Так, и здесь, в этом наборе, видите, двушечка у нас похуже. Также и десятка похуже. То есть, вот, то, что я хотел доказать сам себе, и сейчас вам доказываю. Значит, смотрите, в чем прикол. Тираж у данных наборов самый большой за всю историю Национального банка Украины. Да, то есть, 30 тысяч штук данных наборов. Я вам честно хочу сказать. Стоит покупать количество и отобрать себе из этого количества самые идеальные монеты 2,10 гривен. То есть, с ними проблемы. Если у вас удастся найти самые идеальные монеты, то сразу говорю, что такой набор у вас будет стоить дороже. То есть, вы найдете идеальный набор годовой, и он автоматически станет дороже, потому что все остальные будут менее идеальны. Вы понимаете, да? Вот смотрите, здесь 10 гривен конкретно. Видите, у нее поле отличное, гладкое. Здесь на 2 гривнах есть моменты вот здесь вот на краю, видите, и здесь. И еще вот какая-то черточка, я не понимаю, это внутри на монете, да, что-то, как брак какой-то, видите. Вот, а здесь, допустим, у нас 2 гривны. А здесь 2 гривны тоже, вот смотрите, по краям вот пошла шагрень вот здесь и вот здесь. А десятка вообще вся вот в шагрене, она вся мутная. Вот, ну вот если сравнивать с пятеркой, видите, здесь поле зеркальное черное, а здесь мутная шагрень. Дальше, жетон, медаль. Ну, здесь все в порядке. Мне кажется, вся проблема кроется вот именно конкретно в этих сплавах. То есть, что-то у них не получается решить вопрос с этими сплавами. Потому что, вот видите, здесь, допустим, получилось решить, а здесь что-то не поперло у них. Вот именно на этих двух. Либо же из-за того, что 30 тысяч штук, то есть, может быть, 10 тысяч там или 2 тысячи штук идеальных монет получилось. Все остальные бойки работали на пределе, и, возможно, из-за этого разрушение пошло. И конкретно на этих монетах все получилось испорченным. То есть, не суперидеальным, как должно быть. Матовая поверхность сохранилась, а вот зеркальная почему-то у них не пошла. Соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, что вы можете найти идеальные такие годовые наборы и продавать их уже гораздо дороже, как отборные. То есть, допустим, если у вас есть шанс купить количество, можно поиграться с ценой при помощи такого момента. Вот это один из нюансов. Теперь, как этот альбом ляжет в мой альбом для годовых наборов. Вот, у меня же есть альбом для годовых наборов. Вот как он выглядит. Недавно я в сообществе рассказал рекламу его, свою вспомнил. Вот, заодно покажу вам его еще раз, свою маленькую коллекцию. Так, здесь у меня почему-то пустой лист. А почему он пустой? Потому что не могу вспомнить, что там у него уехало. Кстати, ссылку на листы для годовых наборов в описании. Вы можете перейти и приобрести себе такие листы. Папки формата Optima вы можете тоже себе приобрести и спокойненько себе уложить в альбом. Итак, вот у меня есть здесь восемнадцатый год, дополнение восемнадцатому году, годовой набор. И сюда сейчас заедет новый альбом. Вот таким образом. Так, а ну-ка, надо посмотреть. Ну да, вот так его и надо запихивать сюда. Вот так, опачки. Есть. Все. У меня альбом наполняется. И могу еще, получается, сюда положить несколько альбомов. То есть, еще два года сюда можно впихнуть. Единственное, у меня девятнадцатый год просто в этот альбом не подходит. Я думаю, что, наверное, возьму вот эту капсулу. И каким-то образом сам проделаю дырочки. И вставлю туда монеты за девятнадцатый год. Потому что его сюда расположить невозможно. Получается, девятнадцатый год, он очень большой. Я долго думал, как его сюда расположить. И как-то не дошло. Хотя, как вариант, надо сейчас кое-что проверить. Да, смотрите, что я придумал. Что можно сделать. Значит, берется этот набор. Отрезается вот так. Чпоньк. Дальше. Здесь у нас вымеряется вот этой капсулы. Вот, видите, по нижнюю капсулу смотрим. То есть, десять и восемь сантиметров можно сделать. Десять и восемь сантиметров. Вот так вот размечается. Отрезается лишнее. Что мы здесь лишаем? Мы лишаемся логотипа МБУ. Вот так вот мы отрежем. И здесь мы лишаемся вот этой надписи. Вот так мы отрежем. И вот эту штукенцию, в принципе, вот так обрезав, можно вставить сюда в лист. И будет, в принципе, вот тех девятнадцатый годовой набор. Он толстенький. Такой же, в принципе, по толщине примерно, как и капсульный. Сейчас померяю. Да, грубо говоря, где-то такой же по толщине. Вот я смотрю. Ну, может быть, чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть он толще. Хотя, не вряд ли. Где-то такой же. Ну, может, чуть-чуть за счет картона. Но я очень думаю, надеюсь, что он влезет, в принципе, сюда без проблем. И можно, в принципе, его сюда и разместить. Тогда сюда поставить еще один лист. И спокойно будут все годовые наборы. Единственное, что 2006 год я продал, потому что за ненадобностью мне не зашли эти монеты. Там обычные монеты. Мне неинтересно. 1996 и 2001 год дорогие. Я просто не в состоянии финансово их потянуть. Вот, поэтому иду по накатанной. То есть, в принципе, уже фактически вся коллекция есть, кроме двух наборов. Ну, если так, по максимуму, то трех наборов мне не хватает. Это мне не хватает два варианта 1996 года и один вариант 2001 года. Но, в целом, мне понравилось, что вот эту штуку можно подрезать и вставить. Так сказать, впихнуть невпихуемое. Кстати, обратите внимание, в данном наборе монетки тоже начинают желтеть. Потому что через эти капсулы проходит воздух. Вот. Ну, круто. Все равно даже этот наборчик можно пихнуть. Потому что вот этот лист, ну, какую-то суперинформацию он особо не несет. Этот лист можно положить туда же, где и лежат. Кстати, можно еще так отрезать специально. Вот так прямо вырезать даже. И сохранить вот эти вот бумажечки. Завернуть вот так вот. И вот эту саму хреновину сохранить вместе с коробками от этих наборов. Потому что сами коробки у меня лежат в отдельной коробке. Мне эти коробки не интересны. И мне интересно смотреть монеты. Поэтому у меня в альбоме лежат именно сами монеты. Вот так это все классно уложено. Офигенно все это дело смотрится. И реально сразу ты видишь все наборы. Вот 16-й год. Очень-то желтеют монетки, конечно. Странно даже. Да. Ну, желтеет гривна. Желтеет 10 копеек. Желтеет эта гривна. Ну, это аутентично. Интересно. Какая-то царапина. Я даже не заметил. Ничего себе. Откуда эта царапина там взялась. Вот тоже 25 копеек потемнело. Гривна хорошо темнеет. Ну, не знаю, с чем это связано. Как они так упаковывали эти наборы. Но маем это еще маем. Как они идут, так они и идут. Вот здесь не желтеет. Вот 11-й. Нет, это какой? 15-й, да. Не желтеет. 14-й. Одна гривна пожелтела. Ну, как-то они по-своему смотрю. 13-й весь пожелтел. Но я у всех вижу, что 13-й желтый. Ой, а 13-й как тут вообще потемнело нормально так. Ну, не знаю я. Есть метод попробовать отмыть это дело. Но стоит ли целесообразно ли это? Тоже такое неизвестно. Так, в принципе, аутентично. Вот они темнеют, пусть себе и темнеют. Зато 8-й не темнеет. Хоть это меня радует. Хотя 50 копеек чуть-чуть вот здесь что-то поплыло. Одна часть монетки. Круто, все равно. Классно, мне нравятся. Листы на альбомы в описании. Рост у альбома будет, если вы найдете уникальную, редкую разновидность в плане качества. Вот. Так что подписывайтесь на канал. Мнение свое рассказал. Как хранить, показал. Всем удачи. Пока.